Музыка Творится какой-то коллапс, я вообще не знаю с чем это связано. Сегодня у нас 23 сентября, нигде нету бензина. Бензиновый кризис точно не входит в чисто проблем, на которые можно было бы закрыть глаза. Даже насквозь подцензурные региональные СМИ хором признают, все плохо. Дороже 76 тысяч рублей за тонну, 95-й бензин не стоил еще никогда. Рост цен продолжается уже 12 дней подряд, дорожает и 92-й. Сейчас стоимость тонны почти 65,5 тысяч рублей, дизель более 68. Резкий скачок цен на бензин зафиксировали специалисты за Байкал-Крайстатом. Цены на топливо растут с лета и не остановились к осени. Для примера, в Ростовской области за последние два месяца дизель подорожал на 14%. С 55,5 рублей в июле до 63,5 рублей в сентябре. По данным медиазоны, то же самое происходило в Волгоградской области, Тульской, Курганской, а также в Татарстане и Хакасии. А по данным Росстата, в сентябре цены на топливо выросли в 79 регионах России. То есть почти во всех. Очень сильно поднялись цены. Был скачок, дизельное топливо до 60 рублей практически поднялось на ряде заправок. И это, напомню, в Омске, где находится крупнейший в России нефтеперерабатывающий завод, который принадлежит Газпрому. То есть у него самые большие объемы по переработке нефти, соответственно, по выработке нефтепродуктов, к которым относится бензин. Шутка про то, что если советских чиновников отправить в Сахару, то там начнется дефицит песка, в том же Омске стал основу актуальней. Регион с крупнейшим нефтеперерабатывающим заводом в какой-то момент остался даже не с высокими ценами, а с дефицитом на бензин. Топливный рынок Омска тем временем продолжает лихорадить. Некоторые автозаправки закрыты из-за дефицита горючего. Люди просто пишут шквал, так скажем, шквал эмоций в соцсетях, публикуют, они не понимают, что происходит, им также ничего не объясняют. Они просто приезжают на заправку, им говорят, ну, соответственно, бензина нет, дизельного топлива нет, и никак нет никаких, так скажем, там правительство не говорит о каких-то путях решения. Если его нет, если оно уже распродано на много месяцев, даже говорят, вперед с нефтезавода, то есть количеством перевозок это никак не решится. То есть это в ближайшее время эту проблему не удастся устранить, а скорее всего даже она усугубится. И люди, конечно, выражают же свое недовольство, ну, пишут, выкладывают фотографии о том, что, ну, соответственно, там, очереди на заправках или там делятся информацией о том, на каких заправках можно найти. Аналитики рынка напоминают, такие ситуации с бензином уже случались, да и не могли не случиться. Причин тьма, например, нехватка тех же самых нефтеперерабатывающих заводов. Для примера, в России 32, а в США, например, 132. И во всем мире, ну, в частности, в Америке, как в стране с самым, с достаточно дешевым бензином, как бы американцы не утверждали обратное, картина, поскольку там не монополия, выглядит совершенно по-другому. Там одна компания нефть добывает, другая перерабатывает на своем нефтеперерабатывающем заводе, третья продает. И этот рынок специально не монополизируется, чтобы не было ценового сговора. Потому что когда есть конкуренция между добывающими нефть, перерабатывающими нефть, продающими нефтепродукты, тогда рынок живой и ситуация выглядит как в Америке, когда бензина много и он никогда не заканчивается, вне зависимости от того, встал кто-то на ремонт или не встал кто-то на ремонт. В России в нефтяном секторе самое главное это преступный сговор. И именно картельный сговор, по мнению Сергея Асланяна, становится причиной того, что все нефтеперерабатывающие заводы разом и обязательно под конец лета закрываются на ремонт. Но в этом году добавился и фактор войны. Россия в глубокой обороне и намного меньше, кстати, вот таких вот активных боевых действий. Это видно там и по тому, что там опять мобилизацию не запускают, но это, конечно, очень хорошо, но тем не менее, мы видим, что менее активные действия, чем... И как вот менялась линия фронта 22-23 год, это все разные вещи. Поэтому в прошлом году были такой же спрос или даже выше на войну. Но так как рубль был из-за того, что страны Запада завалили Россию нефтью и газоеврами, он был рубль очень крепкий, то ответственно выгодно было продавать бензин в России и не было проблем. И плюс были еще субсидии от государства. Сейчас рубль в два раза девальнировался, стало невыгодно, а вот отсюда дефицит. Все очень просто. Власти объясняют дефицит также повышенным экспортом. Мол, весь мир закупал наш бензин, нам самим не хватило. В четверг приятельство России даже ограничило экспорт бензина и дизельного топлива. Это должно как бы насытить рынок топлива. Российский бензин самый плохой на планете Земля. Хуже, чем в России, не существует. Есть несколько стран уязвимых, зависимых. Они вынуждены покупать у своего ближайшего соседа в силу дешевизны и геополитических договоренностей. Страдают от этого, например, Монголия. Монголы сейчас срочно достраивают благодаря Индии свой нефтеперерабатывающий завод, чтобы больше с Россией дела не иметь. Российский бензин самый отвратительный. Он такой, что называется, технический для зажигалок. Хотя для зажигалок он как раз, что не наесть, самый стерильный, чтобы не понял. Поэтому влияние экспортного фактора на все происходящее минимальное. Не больше 10%. Как и колебания цен на нефть, на которые российские власти кивают при каждом удобном случае. Напомню, стоимость нефти в каждом литре 7%. 71% в каждом литре – это Путин. Это налоги, это акцизы, это интерес государства. Поэтому, собственно, российский бензин никогда не зависит от стоимости барреля. Как бы не дорожал, как бы он не дешевел, эти 7% не имеют никакого значения. Все остальное – это интерес государства. Это Путин поднял цен. Это государственное регулирование цены литра топлива. И если вдруг кто-то в недоумении говорит, «Индия закончилась, как же так?» Это потому что «Газпром» с «Роснефтью» и «Лукоилом». А если кто-то смотрит на возросший ценник и говорит, «Ну, подорожало, как же так?» Это власть, это Путин. И никак иначе. Продолжение следует...